Я предлагаю, если нет предложения по повестке, начать с первого вопроса. Вопрос связан с реализацией проекта «Управляем вместе». На очередном заседании Совета глав муниципальных образований подвели итоги реализации проекта «Управляем вместе». Губернатор Прикамьи Дмитрий Махонин отметил, что за шесть лет портал стал одним из главных каналов общения жителей и властей. Сегодня порталом активно пользуются более 170 тысяч жителей Пермского края, то есть каждый 14 жителей. И за время работы было решено более 150 тысяч проблем. Правительство региона обращает внимание на качество ответов по обращениям и сроки решения проблем. Среди муниципалитетов есть и соответствующий рейтинг. Березняки – лидер по решению проблем жителей. К лидерам однозначно в группе сообщений больше 200 мы можем перечислить. Березняки, Чайковский, Верещагина, Суксун, Чернушка, Худымка, Добрянка, Кунгур, Нытва, Горнозаводск, Краснокамск, Чусовой, Соликамский, Кизил. В числе отстающих территорий – Осинский, Красновишерский и Березовский муниципальные округа. Дмитрий Махонин отметил, что работа с населением через портал «Управляем вместе» – зона ответственности каждого руководителя. Поэтому взаимодействие должно быть налажено. Также рассмотрели реализацию мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. Мы поступательно движемся и по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, и по количеству занятых. И это ключевой наш показатель, наш общий показатель. Он агрегирован на региональном уровне и дальше распределен в том числе по муниципальным образованиям в соответствии с теми дорожными картами, которые мы все с вами принимали в течение 2021 года. На сегодняшний день для предпринимателей Прикамья созданы благоприятные условия для развития, консультирования в рамках выездных мероприятий и создания советов по предпринимательству. В рамках доклада было отмечено, что руководители территории провели большую работу. Продолжается и финансовая поддержка субъектов предпринимательства. Для них действует как система субсидирования, так и каждый может рассчитывать на грантовую поддержку. Ксения Калугина, Новости Верхней Камье.